Сотрудники полиции были сдержаны, специальные средства не применяли. Акимат, прокуратура и полиция вела с участниками акции разъяснительную работу. Если будут установлены такие факты, что были превышения каких-либо полномочий, естественно, будет проводиться расследование. Но я еще раз хотел бы отметить, что в основном проводилась профилактическая разъяснительная работа с гражданами о том, чтобы они не совершали противоправных действий. Добрый день. Меня зовут Меруэрт. И сегодня произошла просто увлопиющая несправедливость и правонарушение в отношении людей, в отношении частных лиц, простых граждан Казахстана. Дело было как? Сегодня, 9 июня, мирные жители, я увидела, отца не было. Он ушел в магазин «Детский мир» купить вещи для своих внуков. И тут получается, что его долго нет, на звонки не отвечает. Мы стали переживать. Я открыла, я увидела в интернете, что его задержали. Я прям видела своего отца. И его задержали вместе с журналистом. И даже в своем интервью он говорит, что я не знаю, почему меня поймали, я вообще мирный житель. В итоге, получается, я прибыла в Бостон-Дексский РОВД, потому что я выяснила, что он здесь. И попросила сказать, в каком состоянии мой отец, потому что по видео было ему плохо. В ответ я слышала насмешки. Я стала требовать, чтобы вызвали моего отца, потому что он сидит уже более 8 часов. Тогда это еще было. Сейчас уже более 12 часов его удерживают насильно. И я сказала, что вы 129-ю статью УПК нарушаете, то, что вы не имеете права доставлять более 3 часов. Вы задерживаете его более насмешки. В итоге, когда я уже начала громко требовать, получается, они меня 50, более, около 50 сотрудников меня затаскали на территорию Бостон-Дексского РОВД. И начали бить в живот так, чтобы не осталось у меня никаких синяков. У меня на руках ссадины, и синяки сейчас уже появляются. Я попросила, чтобы меня отвезли в медпункт, но этого никто не совершил, меня не вызвали. Более того, мою маму, которая переживала за меня, тоже посадили. Более того, мою маму, которая переживала за меня, тоже посадили.